Война России против Украины является следствием продолжительной тенденции в поведении Кремля. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йонс Столтенберг, пишет Укринформ. НАТО стремилась к лучшим отношениям с Россией на протяжении десятилетий, мы обозначили ее как стратегического партнера в предыдущей стратегической концепции. Россия отказалась от этих попыток построить больше доверия и партнерства, использовала военную силу против Грузии в 2008 году. Аннексировала Крым в 2014 году и использовала силы на востоке Украины, на Донбассе, также с 2014 года. Эта война началась не в феврале 2022 года. Война против Украины началась в 2014 году. В феврале мы видели эскалацию войны, которая продолжалась уже длительное время, отметил Столтенберг. Поэтому для союзников по Альянсу было невозможно продолжать какое-либо партнерство с Россией. Отношения НАТО с Россией, по его словам, находятся в самой низкой точке со времен Холодной войны. Несомненно, ответственность за это лежит на России. Мы, страны, близкие по убеждениям, включая союзников и партнеров, участвовавших в сегодняшней встрече, не можем быть наивными, когда речь идет о России. Президент Путин пытается установить своего рода сферу интересов и контролировать соседние страны. Мы должны поддержать партнеров, находящихся под атакой России, и одновременно обезопасить любые страны НАТО от военных рисков. Именно поэтому мы увеличили наше военное присутствие на востоке Альянса, резюмировал генеральный секретарь НАТО. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok